На телеканале Юганск новости в студии Валерия Маркина. Здравствуйте! Вначале коротко о главном. Пожар в шестом микрорайоне. Частично расселенный дом в Нефтьюганске удалось потушить за 15 минут. Должники за электроэнергию могут остаться без света. Управляющие компании продолжают свою работу по взысканию долгов. Средний класс – это про нас. Югра в лидерах рейтинга регионов России по доле среднего класса. Накануне в Нефтьюганске в шестом микрорайоне горел частично расселенный дом. Огонь охватил квартиру и крышу деревяшки. На ликвидацию пожара привлекли более 30 человек личного состава. Справиться с горением удалось меньше, чем за 15 минут. О возгорании 41-го дома в шестом микрорайоне пожарные узнали в 17 часов 30 минут. На момент прибытия спасателей дым шоу со второго этажа и кровли частично расселенного дома. В результате пострадали кухня, комната, пол, потолок в квартире номер 5 и крыша самого дома. Общая площадь, охваченная огнем, составила 150 квадратных метров. В тушении участвовали 6 единиц техники и 33 человека личного состава. В 17.46 пожар полностью ликвидировали. Погибших и пострадавших нет, причина возгорания устанавливается. В тепле со светом и водой. Июль пора не только отпусков, но и времени, когда у горожан увеличивается долг за жилищно-коммунальные услуги. Только по абонентам расчетно-кассового центра он сейчас превышает 270 миллионов рублей. Управляющие компании продолжают работу по взысканию долгов, прибегая к кардинальным мерам. Сегодня они отправились в рейд по отключению электроэнергии в домах 15-го микрорайона. Управляющие компании «Юганск-Север» и «Эталон» обслуживают более 2,5 тысяч квартир. Общий долг их абонентов сегодня составляет 30 миллионов рублей. Это не уплата за коммунальные услуги. Сначала недобросовестных жителей предупреждают, просят внести хотя бы часть оплаты. Но если результата ноль, они вынуждены отключать электроэнергию. С этой целью они отправились к жителю 4-го дома в 15-м микрорайоне, который скопил долг почти в 400 тысяч. Ранее с этим должником уже проводилась работа. Ему было направлено уведомление, в котором он расписался. 14 марта, 13 апреля ему было предупреждено, что у него будет ограничение электроэнергии. При ограничении случился инцидент. Он напал на нашего сотрудника, конкретно на меня, и оказался на 30 дней в больнице. Сейчас мы идем его отключать совсем. Надеюсь, что меня на кладбище не увезут. У управляющих организаций нет других источников дохода, как платежи населения. Эти деньги идут на запланированные на лето работы. Утепление швов, ремонт крыши, покраска подъездов. Здравствуйте. Здравствуйте. Управляющая компания, мастер. Что там? Дверь закрылась. Я вас информирую, что у вас будет отключение электроэнергии. После мастер приступил к рапорту об отключении, а специалист начал работу в щитке, ограничивая подачу электроэнергии в квартиру. Но злостный должник, как и ожидалось, не был рад такому исходу событий. О-о-о, ну что делаете? Занимаются геноцидом. Все, о, какое. Еще и оскорбление получается. Значит, я вас предупреждаю. А при самовольном подключении будет административная ответственность. Стоит отметить, что специалисты будут ежедневно мониторить отключенные электрощитки. А за самовольное подключение жильцам грозит штраф в 10 тысяч рублей. Все отключили. Завтра утром пойдем проверим, конечно, мы все подключим, но мы еще раз отключим. Так за сегодня коммунальщики посетили пять квартир, отключив им свет. Кстати, в большинстве случаев сразу после этого должники находят деньги. Нам никто не открыл. После отключения выяснилось, что у хозяева есть в квартире. Подписали акт. Никаких противоправных действий они не совершали. Просто приняли как должное. И оплатили? Ну, очень надеемся. Электроэнергию отключают, если долг составляет более 100 тысяч рублей. Но сначала предупреждают об этом за 20 дней, чтобы те, кто попал в сложную жизненную ситуацию, могли оплатить долг постепенно. Сначала отключается электроэнергия, потом, в прошествии времени, если также еще какого-то периода, если оплата не производится, отключается горячая вода. Также управляющая компания всегда идет навстречу нашим жителям. Если образовался долг, наш собственник и житель может подойти в управляющую компанию, заключить договор рассрочки управляющей компанией. То есть, как бы здесь проблем не возникает. Чтобы заключить договор рассрочки, собственнику необходимо оплатить половину суммы долга, а остальную часть закрывать уже постепенно. Повторная езда в пьяном виде и кражи инструментов. Сотрудники полиции сообщают о последних происшествиях в Нефтьюганске. Так, за минувшие дни в дежурной части зарегистрировано 200 обращений, 8 из них – преступления. Накануне сотрудники уголовного розыска задержали неоднократно судимого 55-летнего нефтьюганца. Мужчина обокрал строительный вагончик, забрав оттуда инструменты. В частности, дрель и шуруповерт общей стоимостью 30 тысяч рублей. На следующий день госавтоинспекторы остановили Митсубиши, за рулем которого был нетрезвый водитель. Как оказалось, мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за пьяную езду и был лишен водительского удостоверения. Еще за минувшие дни произошло два мошенничества в отношении нефтьюганцев. У 46-летнего местного жителя аферисты повторно списали деньги с карты. Однажды, предоставив им доступ к счету, горожанин не заблокировал карту и лишился еще 20 тысяч рублей. Другой 57-летний нефтьюганец в надежде обезопасить свои счета сам перевел мошенникам почти 200 тысяч. В России зарегистрированы первые случаи нового штамма коронавируса. Однако в Югре эпидобстановка пока не вызывает сильных волнений специалистов. Большую роль в формировании коллективного иммунитета сыграла вакцинация. К слову, на смену традиционным прививкам в Югру в скором времени придет новая форма иммунизации. Подробности знает наш корреспондент. Среди населения бытует мнение, что заболеть ковидом в морозные и знойные дни невозможно. Якобы вирус не выдерживает подобных условий. Медики уверяют, такая теория ошибочна. Это миф. Коронавирусом возможно заболеть. Сейчас идет обширная миграция нашего населения. Кто-то ездит в отпуск, кому-то приезжают с других регионов, областей. Поэтому заражение также возможно. За последние несколько лет коронавирусная инфекция уже неоднократно мутировала в различные формы своего проявления или так называемые штаммы. Зачастую их симптомы напоминают обычное проявление ОРВИ. Разный штамп может проявляться совершенно по-разному. Потому что штамп омикрона, вот этот подвид кентавра, у него уже немножечко другие свойства, другие клинические проявления. Как их сейчас описывают, это боль в горле, в большей степени заложенность носа. Однако последствия коронавируса намного серьезнее обычной простуды. Возрастает вероятность различных осложнений на внутренние органы и даже летального исхода. Самый действенный способ обезопасить себя от этого – регулярно проходить вакцинацию. Те, кто сейчас едут в отпуск, вот они себя немножечко обезопасят этим. И по приезду уже с отпуска можно провакцинироваться через месяц от гриппа. К слову, у югорчан скоро появится возможность получить вакцину от ковида новым способом. Вместо привычного укола защититься от вируса можно будет с помощью специальных назальных капель. Для их применения необходимы специальные распыляющие насадки. Их производство в России уже налажено. В скором времени обновленную форму вакцины поставят в регионы страны. Вакцина есть. Нужны сейчас в ближайшие месяца-два появятся специальные насадки для того, чтобы интраназальные без укола, без прокола, просто как спрей, брызнуть в носовые ходы. И возможность привиться не с помощью укола, а с помощью интраназального применения, я думаю, в течение месяца-двух у нас с вами появится. Буквально на днях в Нефтьюганске приостановил на летний период свою работу прививочный пункт в торговом центре «Рандеву». Однако поставить защитный укол можно и в других точках города. Их местонахождение и график работы на июль вы видите сейчас на экране. Ознакомиться с актуальным расписанием можно и на официальном сайте местной больницы. Дарья Лунькова, Рамиля Скаров, телерадиокомпания «Юганск». Отдыхают на Шри-Ланке, в Сочи и на даче. Югра заняла четвертое место в рейтинге регионов России по количеству людей среднего класса. А это значит, что более 28% жителей могут позволить себе ежегодный отпуск и крупные покупки. Как обстоят дела с этим делом у наших горожан, узнаете из рубрики «Юганск говорит». Сколько раз в год вы позволяете себе бывать в отпуске? За последний год календарный я побывал в трех странах, посетил четыре моря. Я собираюсь в этом году с женой поехать либо на Шри-Ланку, либо еще куда-нибудь в Азию. Пока что еще не решили. Слава богу, зарплата позволяет. Один раз в год. А куда ездить любите? По России. В каких городах уже бывали? Ой, да здесь вот недалеко. Тюмень, в Иркутске была. Но мы старались вообще в отпуск ездить раза два в год, наверное, да? Ну, наверное, раза два в год. А куда любите ездить? В Таиланд, Краснодарский край, например, в основном там родственники наши живут, сестры, братья, бабушки. В основном туда старались ездить. В основном за границу, ну, и в Сочи, и на наших курортах тоже были. В том году два раза был, а в позапрошлом ни разу не был. Вот, тот год восполнил. Так, за границу, конечно, но сейчас уже как-то, наверное, вряд ли будет получаться. Дороговато стало. Хватает ли вам вашего заработка для комфортной жизни? Да нет, конечно. Ну, для комфортной жизни надо сколько? Тысяч пятьсот, наверное, чтобы так комфортненько в Юганске было жить. Компьютер, наверное, тысяч сто пятьдесят. Ну, и с последней. Мне кажется, отдых – это очень хороший подарок для себя, например. Целый год работаешь, потом отдыхаешь. Можешь расслабиться, можешь подумать о жизни, как дальше жить. О будущем подумать. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, до свидания.